Всем хай! Ну что ж, дорогие друзья, у меня на канале миллион видео о том, как я убираюсь. На самом деле, конечно же, я опять все усрала. Свалка настолько плохо. Чтобы вы понимали, насколько все плохо. Она убиралась и убиралась и убиралась, но так и не смогла убраться. Поэтому снова убирается. Ура, уборка! Как вы могли обратить внимание, с некоторых пор я сняла себе отдельную квартиру для съемок. Но это чтобы у меня хоть где-то был порядок. Спойлерово нет. Просто оцените масштаб уборки. Пыль, шмотки. Какие-то вещи. Остатки секонда. Куча техники. 36 засовших туй. Миллион косметики. Упавший гобелен. Мусор. Парики. Волосы. Очень много волос. В очередной раз давайте все вместе убираться. Ура, уборка совместная. Мотивируйся и тоже тряпку в руки и пошли убираться. Ну или пылесос. Вы думаете, что грязь и хлам сподвигли меня на уборку? Нет. В общем, дорогие друзья, только что курьер принес мне вот это. Как вы думаете, что находится в этой потрясающей огромной большой коробке, которая весит, я не знаю, мне кажется, как две меня. Робот-пылесос. Моди говорит, что в этом тихо и томно, потому что он класс. Да, ее смотивировал пылесос. Нет. У меня такое чувство, как будто я очень дорогую игрушку распаковываю, хотя это, блин, серьезная вещь, никаких кружек. Просто миллион вещиц. Для начала все распакуем, потом посмотрим, что будет. Вы же не думали, что пылесос на самом деле будет такой огромный? Нет, там будет кое-что другое очень огромное. А вот и станция белая, красивая, пип-пипец. Объясню позже, что это такое. На следующее утро. В общем, тем вечером я просто решила распаковать робот-пылесос, и потом мне стало лень убираться, потому что я подумала, решила, что убираться мне все еще лень. Ну, а на следующее утро Давид такой, ой, робот-пылесос, я тоже хочу его посмотреть. Я, в общем, взяла инициативу в свои руки. Пусть Давид дальше убирается, а я весь с вами посижу, чай попью. Есть. Короче, тут нужно отсканировать QR-код на пылесосе. QR-код. Выбелось сразу добавить устройство. Сброс Wi-Fi. Так, выберите сайт. Называется Котовуха. Да, это наша сеть. Очень удобно, пылесос сам тебе все расскажет, что у него происходит. Подключение к Wi-Fi установлено. Молодец, спасибо. А где у головы, чтобы погладить по голове? Вот это? У нас в телефоне сразу появился он. Roborock S8 Pro Ultra. Меньше столкновений. Да, нам не надо много стоять. Дом с домашними животными. Кроме погавкой. Короче, этот пылесос, он когда видит кошек, собак. Ну, я почему это знаю, потому что у меня дома точно такой же. И он когда видит кошек, собак, он такой приходит, говорит, ага, и объезжает. Но, правда, у нас Child немножко говнюк, он на него сверху напрыгивает. И вот тут у пылесоса начинаются сложности, но он все равно справляется. Если вы помните, смотрели одно из моих прошлых видео про переделку и уборку квартиры, то наверняка вы помните, что я уже показывала вам подобный робот-пылесос. Это был тоже Roborock. Только вот в этот раз у меня улучшенная версия S8 Pro Ultra. Это суперновая модель с кучей прикольных функций. Если честно, очень хочется проверить, что у него изменилось, насколько он стал круче, потому что отзывы очень крутые. Но этот пылесос меня действительно безумно сильно радует. Построение карты завершено, просмотрите в приложении. Он, короче, закончил и сам едет назад. Маленький малыш. Паркуйся, малыш, пылесосик, паркуйся. Идеальная парковка, очень солнце. Кстати говоря, карту он, блин, очень быстро построил. А сколько он построил? Ну вот тут даже написано 5 минут, то есть это чтобы не гнать. Я предлагаю, пусть пылесос заряжается, а мы будем убираться. Копка их заду, головой к переду. Зарядка. Поливаем деревья. Время такое, достаточно уже летнее. А у нас, между прочим, на нашей террасе есть всякая уличная мебель. А еще у нас есть растение, которое, я думаю, что самое время начинать так-то поливать. Это что? Шланг, который мы будем сейчас подключать и поливать цветы. Но он немножко засор. Его тоже пропылесосим. Будешь ты ему поэтому поливать все? Мы так не договаривались. Боже мой, я ненавижу убираться. Я думаю, что можно просто крутить. Сосны, они должны вырасти большие. Лицо полное энтузиазма. Лиса притягивает котов опять. Пока мы убираем всю эту мракобесию время кофе. Сейчас будет кофейный тест-драйв. Я засыпаю кофе. Давай крепче. Как видите, две капли воды кипятятся. Заливаем эту жижу. Прям вот так вот. Получается ультра-черная жиженция. Эксперменты ради. Испачкаем эту тряпку и посмотрим, помоет ли ее пылесос. Будет ли она после этого чистая или нет. Снимаем тряпку. Все здесь. Я сейчас испачкую. Подожди, нет, пожалуйста, я буду пачкать. Уберите свои носки из экрана. Выливаем грязную жижу. А ты как думала? У нас тут полноценный тест-драйв, а не фигня какая-то. Это вытерем, вытирай. Короче, грязно. Все, вся грязная работа, конечно, остается мне. Надевается очень просто такой жижик. Все, отправляем мыться его. Сейчас надо нам, короче, имитировать то, что мы сейчас хотим помыть. Нажимаем на зону. Выберем что-нибудь маленький участок. И тут надо выбрать режим. Мы можем быть мыть, сосать пыль. Или и то, и то вместе. Выберем сейчас только, допустим, общее. Это режим уборки сосания пыли. И видим режим трения. Давайте выберем средний режим. Запускаем. Он должен мыть только в этом квадрате. Это всего лишь один квадратный метр. Начинаю зонированную уборку. Зонированный, какое умное слово он знает. О, он пошел мыть салфетку. Понял, что его салфетка грязная. Он не стал мыть грязной салфеткой. Еее. Начинаю промывать салфетку. Да, ведь ты такой эксперт по пылесосам. Да. Я просто в шоке. Куда ты меня везешь? Я покажу, что он буквально вообще все, то что было, как бы срам на полу, да, все всасывает. Ну, типа чисто очень делает. Пылесос производит двойную уборку каждой области с высокой скоростью протирания, приподнимая насадку на 5 миллиметров благодаря вибрирующей моющей швабре Sonic Mopping. Это сейчас в два раза в небольшем модуле вибрации. И именно поэтому уборка происходит намного качественнее. Уборка завершена. Молодец. Возвращают тебя на базовую станцию, на подзарядку. Где твой кабель зарядки? У вас кабель зарядки, да. Еще раз помыть. Начинаю промывать салфетку. Да. Получается, у него будет не только лишь кофейная салфетка, но еще и мусорнопольная. Мусорнопольная, какое интересное слово. Вы тоже. Сейчас если я эту штуку открою, то здесь не должно быть глядь. Полисборник извлечен. Видишь, она абсолютно чистая. Потому что он всосал ее. А вся пыль теперь здесь. Мне хватает примерно 3 месяца, но это зависит от того, как часто использовать. Давайте смотреть прямо. Плоды твоего, так сказать. Кофепития. Ваши ставки, господа. Я думаю, чистая будет. Она очень чистая. Нет, это... Как что-то следы, но это не фигняет следы. Это просто... А, да. Это типа с другой стороны оно сделано. Офигеть. Она реально чистая. У меня нет даже запаха кофе. Она реально не пахнет. Клев. Клев. Ну это классно. Пылесос, вот. Пылесос, вот. Надо посмотреть, насколько вода грязная, кстати. А, так не видно. Да нет, на самом деле даже так видно, что она черная, мутная. Прилюдится. Там любая вода будет такого цвета, Лиса. Нет, ты не прав. Ты ошибаешься. Да, что это... О, баричневая. Это пылесос, что это? Она реально кофейная. Вы видите это? На видео это плохо видно. Нет, я просто... Ой, да, видно. Вот он, короче... Что? Просто как помыли. Грязь! Знаете, это что? Это, короче, воздушная сушка идет. И когда пылесос закончил свою работу и стоит на зарядочной станции, он сушится, чтобы тряпка мокрая не была. Вот так вот. Так, короче, пока пылесос там прошивки свои прошивает, смотрите, что здесь есть. Рассказываю. Пылесос не завершена. Ладно, он обновился опять слишком быстро. Так же быстро, как строил маршрут. Здесь находится пакет для мусора. То есть весь тот хлам, который он соберет с пола, он закидывает автоматически сюда. Сюда заливается чистая вода. А сюда фильтруется грязная вода. По такому принципу, что когда пылесос заканчивает свою уборку, он заезжает туда не только, чтобы заряжаться, но и также, чтобы очиститься. И, соответственно, всю грязную воду туда. И весь мусор, который он насосал, прямо вот сюда. Это обновляется. И давайте зальем воды. Такая вот канистра. Это универсальная док-станция Roborock. RockDock Ultra. С продвинутой системой уборки и системой щеток Dual Roller Riser с технологией VibroRise 2.0. Эта станция очищает себя сама. По заявлению и описанию ничего делать. Не надо от слова вообще. Достаточно просто купить этот потрясающий пылесос. Продолжаем уборку на улице. Лист в костюме бизнесвумен. Поливаешь. Вообще, я из Тимы Достоевского. Нет, я не говелькини. Ну да, да. Че ты выпендриваешься? Ты говелькини. Ладно, я говелькини. Давид, как тебе? Что, снимаешь, что я поливаю? Нет, нет. Все должны думать, что лица поливала. Я кофе облилась. Какой кошмар, лиса. Ужасно. Давид, помой меня. Давид, помой лису. Что? Это помоем. Этап 3. Уборка веранды. Первая часть была осуществлена классной. Я отлично полила все эти кусты. Каково тебе быть ассистентом богачем? Я этого не говорила. Давай, открывай, которая огромная. Офигеть. Или это стол? Как же вообще на пляжное сидение? О, какое классное креслице. Она такая удобная. Видите, в струи. Спасибо большое. 500 рублей на карточку. Нет. Лайк. Пока я чилила на веранде, Давид и Каролина пошли мучить пылесос. Давиду тут есть такая, собственно, приставка. Да, это мой джойст. Так, мы направляемся к локу волос. Ну что ж, Давид, ваша цель? Так, подожди, это не так просто. Через стену не врезался. Я такой умный, как пылесос. В пылесосе установлено две резиновые щетки. Дуа-роллер райзер плюс 6000 па силов сасывания, что на 140% больше, чем в прошлой модели. Страшно представить, потому что и у прошлой модели все было потрясающе. Плюс очень важная и полезная функция. Внимание, девушки и парни с длинными волосами. Волосы не наматываются на вот эту вот щетку. Сейчас мы нажимаем на док-станцию, и он просто возвращается домой. Чтобы я сам не управлял. На самом деле, конечно, никто не будет, наверное, вот так вот вручную управлять. Обычно ты нажал на, типа, убирайся, он убирается везде. Но у нас сейчас, поскольку тест, мы еще попробовали джойстиком управлять. А ты знаешь, почему волосы всегда не остаются? Нет. Потому что две щетки. Ладно, я знала, я собрала. Я, конечно же, знала. Ты думаешь, что я ничего не знаю? Он такой, просвети меня, Давид. Но я это все знаю. Я хотел помнить. На самом деле, просто одна щетка как бы вычищает другую. Они вот так вот вылезутся, и все эти волосы уходят. Типа туда внутрь, да, залетают? Ну, да. А потом все уходит через обычный пылесборник. То есть главное, что не накручивается. Это самая большая проблема других пылесосов. Накручиваться, это вообще достаточно большая проблема при любых обстоятельствах. Лучше не накручиваться. И не накручивать, если вы понимаете, о чем я. А еще обычный пылесос не справляется с этим ковром, потому что он типа застреет, потому что он такой... Застреет, застреет. А что, застревает? Да. Выбираем в настройках приложение усиление ковра. Глубокое. Как это работает? Система Roborock Carpet Boost Plus. При помощи ультразвука робот точно определяет ковер. Насадка для влажной уборки автоматически поднимается и не соприкасается с ковром при уборке. Система щеток до Roller TM Riser и увеличенная сила всасывания помогают более эффективно удалять мусор из ковров. Давай, 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 сюда беги. Я, короче, специально поставил на паузу, потому что если бы я ему дал бы закончиться, он пошел бы и пыль бы убрал. Но если ты ему вручную говоришь, остановись, он останавливается. Пылесборник извлечен. Ну нифига. Посмотри, сколько там. Фу, отвратительно. Это вот такой вот маленький клочок. Это он с ковра. А, это с ковра? Это только с ковра. Это только с ковра. До этого я все, всю пыль убрал. Это все вытащил. Ковер очень длицелинным ворсом. И кажется, что он как будто бы чистый, а по факту вон сколько сранее. Да, и обычный пылесос на самом деле тут не убирает. Режим глубокого очистки ковра и, собственно, из-за него он начинает вибрировать и все вытягивает изнутри. Крутяк. Продолжаем убираться. Сто тысяч часов. Господи, как это все разбирать, как это все разбирать. Это просто нереально. Это просто очень плохо. Настолько плохо. Чтобы уборка прошла быстрее, мы с Каролиной решили разделиться по разным комнатам. Я забрала себе всю эту зону, всю кухню и, собственно, вот это вот все. Она ушла в спальню. В целом, я думаю, мне повезло больше, чем ей. Начнем с дивана. Абсолютно точно все ненужное отсюда уходит. Особенно парик Чуи. У камеры должно быть свое место. Например, это. Все же заценили, какой у меня крутой плед. Во. От одного до десяти оцениваем. Календум и это, между прочим. Просто цените количество палеток. Разбираемся со шнурами. Чистота. Очень пыльно. Товарищ бензочел. Как-то сгарочка. Сбираем здесь мусор такого характера. Я не болею. И вы не болеете. Парик нуждается в укладке. Определенно так его не выложить. Поставили. Заберите, пожалуйста, Чую. Пов, я передумала. Сейчас будет объезд препятствий. И ради чистоты эксперимента я предлагаю использовать парик Чуи на Кахары. Нет, я не дам его. Вот, этот парик мы положим. Посмотрим, сосет лифа или нет. Как вам такая идея? Чую. Чую. Ах, как хочу я. Ставим разные препятствия. Коробка. Почта. Штуки. Ботинки. Каролина. Пылесос. Препятствие. Готовка. Да, я думал, мы сейчас его отправим в самый конец коридора. Ага. Мы выберем участок зоны. Пускай там будет сухая уборка. Смотрим. Так, первое препятствие, ему вообще на это наплевать. А вот второе. Что ты сделаешь? Что ты выберешь, робот-пылесос? И Касян миллиметровщик. Он не хочет его сбивать. Он не понимает, что ему делать. Смотри, смотри. Он разве... Он обедит. Реально. Он понял, что он не хочет это трогать и просто объезжает его. Обалдеть. Ты понимаешь, он боком почувствовал, что касается его. И их такое... При помощи структурированного 3D-света и технологии инфракрасного изображения, система реактив 3D obstacle avoidance помогает пылесосу распознавать и избегать раскиданные мерзко-пакостные штуки на полу. А хочешь поугарать? Да. Смотри, у меня в телефоне на карте отображается первое препятствие. Ору. Он даже понял, что это какая-то игрушка. Посмотри, это похоже на детский штуку какой-то. Ну, это просто знак. Ботинок. Потом он определил, что это ботинок. Орел на область. Плюс он может быстро построить другой маршрут. Маршрут построен, чтобы объехать кабель или штатив. Не будет такого кринжа, что робот застрянет, придется за ним бегать, его там оттуда-то распутывать, доставать. В общем, не должно быть такого. Это очень круто. А еще с помощью функции, которая называется Off-Pick Charming, можно самому выбирать время, когда пылесос будет заряжаться. Ну, например, ночью, когда электричество будет дешевле. Кстати, ну, заряжается он достаточно быстро. Пылесос, класс, ставлю ему лайк. И ссылочка, кстати, будет в описании. Время еды. Есть. Сковороды нет, поэтому придется воспользоваться кастрюлей. Рамен. Минутка важных фактов. Абсолютно каждый раз, когда я говорю слово «рамен» или наоборот слово «рамен», у людей случается адовая истерика. Ну что ж, я расскажу вам, тем, кто не шарит. «Рамен» и «рамен» — это два абсолютно разных блюда. Одно японское, другое корейское. «Рамен» — народ ел. Это буквально японский суп такой наваристый, с бульончиком, со свининкой, ну или с чем-то другим. «Рамен» — корейский. «Рамен» — японский. Да. Вкусно. Ну, очень остро, конечно. Пойдет. Яйца. Ну, давайте, Лисавни. Пусти эту жижу. Она очень вкусная с молоком. Не просто так они это делают, вот реально. Кто любит эту лапшу, попробуйте один раз с молоком сварить. Мне кажется, вам очень хотят. Это очень вкусно. Я ненавижу вас, честно. О, тебе не понравится. Это мне нравится вкус, но я, пожалуй, запью. Класс! Мы закончили уборку. Честно, я даже не предполагала, что здесь столько всего. Надеюсь, вы тоже вдохновлены, чтобы убраться в своих комнатах. А я вас люблю. Целую. Пусть у вас будет чисто, прям как у меня сегодня. И всем спасибо за просмотр. И всем пока.